Итак, в сухом остатке, над российской территорией, сбит российский самолет. Сбит американские ракеты американской системы Патриот. Заряжают и наводят систему Патриот, а также нажимают кнопку «пуск» в ней американцы. Украинцам здесь не доверяют. Если стреляют американцы, то и приказ они получают не от украинцев. Хорошо, что в Кремле ненервные люди сидят. И спасибо за выдержку лично Путину. Эту новость вы уже прочитали. Звучит она так, что Сенат США может проголосовать за законопроект с помощью Украины 7 февраля. И вроде бы прекрасная новость. Документ ждет и Джозеф Байден на подпись, чтобы заработала военная машина. И были приняты правильные военно-политические решения. Но, как всегда, нюансы они важны. Точнее, не нюансы. Дело в том, что на сегодняшний день выглядит так, что получить Украине американское оружие становится очень и очень сложно. Но, как минимум, до конца избирательной кампании. Может быть, они договорятся. Но по документу, который ждет Байден, с большой вероятностью, он его не дождется. Потому, что спикер палаты представителей, да-да, Майк Джонсон, тот, который, плохой Джонсон, да, который неоднократно стопорил этот процесс, заявил, что проект бюджета для Украины, он похоронит. И тут внимание, что это значит. Там в Штатах происходит. У нас. Кирдык. Надеюсь, Кирдык. Большим Штатам. Ну, как обычно, в общем, Кирдык-то уже, в общем, лет 30, наверное, когда Соединенные Штаты каждый год хоронили. Старая русская традиция хвастаться на весь мир о том, что у третьей населения нет дома канализации, и хоронить США. 30 лет. Что было 30 лет, нараспался Советский Союз, образовались независимые государства, Украина и не только. Рашка тоже образовалась в 91 году, потом у них какие-то начали прорастать споры в мозгах, и вот они немножечко чокнулись. Тут рассказывают о тысячелетней истории и так далее. Но 30 лет назад явно США чувствовали себя как минимум не хуже, чем сейчас. Кирдык, да? Вот хоронят они Америку. Почему? Потому что считается, что военная помощь не поступит. Россия одержит некую победу на территории Украины. Боевые действия замрут. Потом выберут Трампа, как они думают. И все будет так, как нужно Путину. Для реализации в некотором роде этой цели сейчас в Москве находится связной Дональда Трампа Такер, Такер Карлсон. Есть тут такие звоночки, что у него будет интервью с президентом Российской Федерации. Ну да, маничелой Путином, который будет рассказывать о том, что он хочет мира во всем мире. Ну, в смысле Путин. И да, берите власть в свои руки, нам с вами будет легче договориться. Так вот вопрос. Кто убедит американцев, независимо от фамилий, которые сейчас и в будущем будут принимать там решение, в том, что помощь Украине нужна? Рассказать вам? Расскажу. Но перед этим подпишитесь на мой YouTube канал. Мы здесь называем вещи своими именами. Дело в том, что в конечном счете, я все понимаю, избирательная кампания в Штатах становится все ярче и ярче. Эмоции. Все хотят поддержать снова булаву. А булава это у нас. В общем, все хотят или остаться в овальном кабинете, или переехать туда. Ну, в общем, избирательная кампания. Так вот, во время этой избирательной кампании украинский вопрос стал ребром. Насколько я это вижу, почему Дональд Трамп не хочет помогать Украине? И всячески стопорят они этот вопрос. Потому что принимают они это решение сейчас. У Джозефа Байдена получается в кошельке 61 миллиард. И он исключительно номенклатурой вооружения может ситуацию сильно поменять на линии фронта. И таким образом Джозеф Байден может сказать, вот, демократию мы защитили. Голосуйте за меня. Ну, это один из аспектов избирательной кампании. Соответственно, если деньги не будут до выборов, а будут приняты после выборов, потому что россияне, да, а именно они заставят Америку снова стать великой, соответственно, этими деньгами будет уже распоряжаться новый президент, если, конечно, его изберут. Но вот такой вот расклад. И почему россияне переубедят американцев в любом случае? Формируется это, конечно же, словами. Потому что за этими словами мы четко видим политику российского фашистского государства. Ирина Львовна, если удастся доказать, а я уверена, что удастся, что было использовано западное оружие, что дальше? Если взять, представить в виде некой чаши то, что называется юс от белу, то, что дает право на войну, то эта чаша в целом уже наполнена. Но исключительно в, скажем так, компетенции российской стороны есть вопрос о том, а нам этим пользоваться или нет. То есть у нас право на ответные удары по военным объектам западных стран, которые поставляют Украине все, что только можно поставить, необходимое для ведения военных действий, есть уже давно. Но мы пока этим не пользуемся просто по политическим соображениям. Речь идет не просто о западных странах, а непосредственно о США. Потому что Путин и вся эта комарилья объявили, что на российский военно-транспортный самолет Ил-76 под Волгоградом, под Волгоградом будем забивать чуть позже, под Белгородом был сбит американской ракетой Патриот. И вот они говорят, что у нас уже есть все основания бахнуть по Америке. И добрый Путин этого не делает. Ну, пока не делает, но очень и очень хочет, все есть у него возможности якобы для этого. Потому что что? Потому что у российских фашистов, у них не только мотолыги, а якобы есть ракеты, ядреные бомбы, которые летят далеко. И куда они должны все лететь? Эти ядреные бомбы. Сколько сарматов? Нет, я сарматов не считаю. А вот поэтому у вас и проблемы возникают. Сарматы дальше. Вы считаете в сарматах? Так, Володь. Нет, я просто серьезно. Потому что если исходить из того, сколько они могут развернуть, я считаю, сколько можем развернуть мы, мы будем проигрывать, потому что численность населения у них в четыре раза больше, чем у нас. Ну, просто сарматы рассчитаны на другую страну. Сарматы рассчитаны на то, куда попадают. Вот куда попадем, там и сармат. Они как-то рассчитаны на штаб. А штабы где находятся? В Соединенных Штатах. А если кто-то думает, что вот эти вот парятся, они постукивания этими вялыми ракетами, а раз они их не используют в войне, значит, они вялые. И что на это никто не обращает внимания там в Штатах. Это неправда. Их внимательно слушают. Этим на болотах даже гордятся в некотором роде. Я знаю, что американские медиа и вообще западные медиа пристально следят за твоей, Володя, программой, цитируют буквально каждое наше слово, целые полосы газетные и телевизионные репортажи посвящают, поэтому я хочу обратиться к ним. Хвали себя, Маргарита, потому что тебя никто не похвалит. Каждое слово не слушают, но в связи с тем, что это российское государственное телевидение, которое отображает государственную позицию Российской Федерации, и где у них блеф, а где нет, иногда сложно понять. И, в принципе, если Вашингтону угрожают ядерной бомбой, то что это значит? Это значит, что все американские производители вооружения говорят, о, ребята, но мы осознали, что начинается, почему начинается? Уже началась новая гонка вооружений. Там контрактов на американское оружие подписано в прошлом году, благодаря Владимиру Путину, просто на сотни миллиардов долларов. Вот так вот. Поэтому, конечно же, в части угроз слушают. А как звучат эти угрозы? Ведь когда звучат российские угрозы Западу, это вот, понимаете, капля за каплей. Это постоянно действующий такой сигнал тому же Майку Джонсону и некоторому роду Дональду Трампу о том, что нравится, не нравится, но Россия развалится, а Украине нужно помогать. Помогать. Потому что, еще раз, последние месяцы, какую формулу используют наши американские друзья, так называемый американский политикум, они говорят, это выгодно национальным интересам США. Это вопрос национальной безопасности США. И они же правы. В Берлине работает Конгресс съезд русофобов. Вот это пятая колонна. Вот на это даже сармат. Инагентов, да. Но это пятая колонна. Калибра поменьше. Там 190 человек, что ли? Меньше. Это сколько в сарматах? Это вообще не в сарматах. Это полсармата? Да это один 152-й. И последнее, наверное. Дмитрий Петрович, правильно? То есть как-то вот так. У нас помимо сарматов для этих целей, у нас и Калибра есть, и Цирконы есть, и Искандеры есть. Я про тоже. У нас все в ядерном снаряжении. Поэтому раз это прилетит, и будет все по-другому. Последний момент, который я обратил внимание. У нас и 152-й в ядерном снаряжении. Тут же важно, как вот эти вот мужчины 60 и 70 плюс, как они молодятся, перечисляют вот эти все фаллические символы, которые формируют российское величие. Все вот эти вот ракеты, кроме, конечно, 152-го калибра, это не для Берлина. И тактико-технические характеристики говорят о том, что это все для Соединенных Штатов. Это есть. И еще раз, чтобы кто ни говорил, но американские генералы, они этот фактор, фактор наличия российского ядерного оружия, они никогда не списывают с счетов. Поэтому, между прочим, и оружие в некотором роде так поступательно поставляется в Украине. То есть начинались джевелинов, кто-то сказок начинал, и полевые госпитали. Потом номенклатура расширялась, артиллерия, танки. Сейчас авиация, ракеты. Ну, все мы знаем. Все, что сейчас на повестке дня, в части поставок, мы знаем. Но давайте-ка вот еще раз просто представим, чтобы, например, в первый день войны сюда начали поставлять хаймерсы. Представляете, что бы мы сделали с российскими свинка-собачка, триколор. Или собачка-свинка-триколор. Собачка. Все-таки свина-собачка, да. Представляете? Но такие решения военно-технические не были приняты. Но постепенно Владимир Путин и его маньяки убедили в этом. И этот процесс убеждения того, что если не поможешь Украине, то кирдык, он продолжается. Они об этом постоянно говорят в телеэфирах. Вы должны сказать, мы вообще с НАТО не воюем. Но вот те страны, с баз которых идут к нам вооружение на Украину, мы считаем их, извините, враждебными. И будем, это наши законные цели. Потому что этими ракетами убивают наших граждан на территории Российской Федерации. И самолеты сбивают гуманитарные. Вашими ракетами. Были ли на борту этого Ил-76 наши военнопленные? Ответа нет. Но называть самолет ВКС России гуманитарным, это что-то новенькое. На войне, как на войне. И военные самолеты нужно, нет, не только можно, но и нужно сбивать. И мы опять слышим о целях. Еще скажите нам, красные линии, мы какие-то, которые становились красные, они становились почему-то коричневыми, а иногда желтыми. Ну, в зависимости от того, какой из гостей проводил эти линии. Вот этот вот ультра-нацист имени Владимира Путина, он такой вот, ну, чисто по коричневым линиям. Здесь тогда следует заходить с козырей, не размениваться на Евросоюз и прочие натовские государства, бить, я правильно понимаю, по Вашингтону. Ракета доказана американского производства. Ну, то есть на ней написано Рейтион. Подождите. А рядышком Петрион. Они же ведь все так же делают, как мы. Зачем? Они так и думают, что мы, они же тоже по нам не бьют ядерными ракетами. Но они же сначала говорили в начале СВО, что было, они говорят, мы только гуманитар, только вот каски. Нет, я эту логику поняла. Делать-то что? Вот я и говорю. Надо пожестче что? Бахнуть по Соединенным Штатам. Почему? Ну, потому что это во всем виновата Америка. Кстати, сейчас они разгоняют тему какую? Уже про Ил-76 никто не вспоминает практически. Мол, по Лисичанску прилетел украинский Хаймарс, и там погибли дети с родителями, которые пришли просто в кафе попить кофе с булочкой. Кофе с булочкой в Лисичанске. Это что-то новенькое. Нет, я не выдумаю насчет кофе с булочкой. Вопрос в том, что там обнулили целую группу российских коллаборантов, например, так называемый министр МЧС ЛНР, ну и чиновники рангом пониже. Что там с булочкой? Не дали поесть булочку и какао с кофем и чаем. Это твой Америка Хаймарс убил людей, которые пришли в субботний день просто поесть булочек, попить кофе с семьями. Это Америка прекрасных слов из Декларации независимости, документа, который, собственно говоря, положил начало существованию Америки как государства. И там такие чудесные слова, что все люди рождены равными, и каждый имеет право на жизнь, свободу и поиски счастья. Что же ты, Америка, такая? Христианская когда-то Америка. С абсолютно христианской этикой когда-то Америка. Отказываешь. По мнению Боброедки, война должна проходить так, что Россия уничтожает, убивает граждан Украины, и это проходит ей бесплатно. Но на Ванне так не бывает. То есть стон такой. Не поставляйте Украине оружие. И это сейчас, оно коррелируется с тем, что говорят Майк Джонсон, Трамп. Ну, есть такая история. То есть я не убежден, что так не будет в случае их прихода к власти. Я говорю о Трампе. Ну, это новая история, новый расклад. И будем исходить из того, как оно получится. Но сейчас они давят именно на это. Не поставляйте Украине оружие. Кстати, насчет Боброедки. Ее же действительно в одном из изданий западных назвали так. И Маргарита пишет. Вот, у них совсем нет чувства юмора. Да, английский юмор совсем стал скуден. Но вообще-то это говорит о том, что человек, который вообще-то управляет Russia Today, то есть на английском языке, они же проехают очень много, говорит о том, что уровень языка у нее так себе. Потому что на английском сленге Боброедка, это мадам, это значит мадам пипи. Да, да, вот это значит. Поэтому, если кто-то думает, что там с юмором очень плохо, это ошибочное мнение. Народ там перевел все очень правильно. Ну вот, у нас в Польше есть там база, с которой они идут. Они известны, с какой базы она становится. Можете объяснить, почему по Польше не страшно, а по Америке страшно? Да мы не говорим, что страшно, нам вообще ничего не страшно. А почему тогда не по Америке, если ракета американская? А потому что американцы в следующий раз подумают, оставят ли это делать или не надо. Там может быть и американская, и немецкая, любая техника. В смысле, если мы ударим по Америке, американцев не останется и некому будет думать? Ох, Оля не дура. Не зря она как-то заявила о том, что хочет рай на земле. Не хочет просто вздохнуть. Не хочет. И вот ругает депутата Госдумы, почему ты не хочешь ударить по Америке? Потому что тебе сцикотно. И вот они пробрасывают вот этот момент, что бомба у нас есть. Если что, мы как жахнем, мы как ухнем. А когда они угрожают штатам, что это значит? Ну да, они давят на глубинное американское государство. Что там, 60 миллиардов долларов. И это даст возможность посмотреть на грустное лицо Владимира Путина после уничтожения его армии. Это ж нравится мысль многим там в Штатах. Действительно, напечатать немножко новеньких чистеньких зеленых бумажек и такие вот изменения. Это ж крутяк. Вы так рассуждаете? Просто почему именно Польша? Я рассуждаю очень логично. Абсолютно логично. Потому что если мы бьем по Америке, там действительно размениваться не надо. Там только ядерный удар. Отвечая на вопрос, по кому бы шарахнуть, и чтобы пожестче, Вашингтон рассмотрим потом, Варшава тоже пока под вопросом. Сейчас как раз, и Авдеевку, и вперед. Тут вот смотрите. Ну надеемся мы на это. Как быстро у них аппетиты меняются. От жахнем по Америке, до жахнем по Авдеевке. В Авдеевке все очень у нас сложно. Очень и очень сложно. И нам действительно нужны российские солдаты пакетированные. Для этого нужны американские боеприпасы. И вот я смотрю, что в этом пакете, в этом законопроекте, который выносится в Сенат. Там, ну да, 60 миллиардов долларов для Украины. И на оборонные расходы, внимание, предусмотрено 50,430 миллиардов долларов. То есть, более 50 миллиардов долларов исключительно на военную поддержку. Причем, это все до 31 декабря 2024 года. То есть, осталось 11 месяцев неполных для того, чтобы потратить 50 миллиардов. Что у нас там? 19, ну практически 20 миллиардов на пополнение американских военных вооружений и техники, предоставленных Украине из запасов Министерства обороны США. Ну, то есть, это вообще чисто американская история. То есть, это оружие уже потрачено. Или деньги выделяются только на то, чтобы произвести новое для складов США. Значит, 13,8, то есть почти 14 миллиардов. Это на первое вооружение Украины через закупку оружия и боеприпасов у оборонно-промышленного комплекса Соединенных Штатов. Ну, тоже бабло остается в Штатах. 14,8, то есть почти 15 миллиардов на военную подготовку, обмена разведданными, усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования и другие меры поддержки. 8 миллионов долларов. Это вообще, тут миллиарды, тут миллионы. Для генерального инспектора Министерства обороны, для продолжения надзора за помощью Украины со стороны США. Тут, в общем, все расписано достаточно подробно. Куда пойдут эти деньги? 10 ярдов на чисто бюджетную поддержку и так далее. То есть смотришь на этот пакет для Украины, но очевидно, что он чисто в американских интересах. Американская промышленность, американское оружие и так далее. Ну, вот с выборами заруба. Посмотрим, как оно будет. Как нам-то свое роботы. А далее будет вы дно. Слава Украине. Слава ЗСУ. Украина была, есть и будет. А российские оккупанты, которые хоронят Америку, с большой вероятностью копают себе ямку. Она же могилка. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Пока.